Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Ну, какой-то сгусток энергии, который давит на меня. Мне все время кажется, что там присутствует еще кто-то. И сны. Мне в первый раз за всю жизнь приснился сон. То есть мне очень много рассказывали люди, что им снились сны, когда они не могут говорить во сне, что хочется кричать, а ты не можешь кричать. Вот мне в первый раз в жизни приснился такой сон, что я очень сильно хочу кричать, мне очень страшно, я хочу кричать, а у меня не получается кричать. Ну, там, да, там загонные какие-то сны снятся в этом доме. Но эту квартиру скоро продадут, к сожалению. Бедные люди, которые там посеются. Откуда-нибудь должна прийти перемена, и все это кончится как воспалительный процесс. Верно. Когда я выпускалась, я думала, что я все знаю. Я думала, что... Ну, не то, что я все знаю. То есть я думала, что я знаю, что я буду снимать. У меня было два замысла. Один я хотела сделать короткий. Короткую работу, еще одну. А другой я уже думала о замысле полного метра. Я была как-то уверена в том, что я собираюсь сделать. И вот как-то в один прекрасный день, вот мы уже отучились, уже все закончилось обучение, пришел Дмитрий Мамуля и показал свой фильм. А потом Дмитрий начал говорить. И вот он начал говорить, и... После чего вот он вот так поговорил, я поняла, что я ничего не знаю. Что плохого в форме моего носа? В цвете моих волос? Почему? Я должна уезжать из города, в котором я родилась. Мне было не до материала уже. В августе я это дело смонтировала. Потом я решила сделать себе испытание. Мне было важно сделать это испытание себе. Я решила пойти в горы одна. Вот. Но вот я никогда не ходила так одна в поход куда-то. Тем более в горы. Но это, правда, были не такие прям горы-горы, как, не знаю, как Эльбрус. Это обычные такие, ну, кавказские горы. Северный Кавказ, ну, от Анапы до... До Новоросса я проделала путь. Вот. У меня там случился приступ, у меня разболелось очень сильно ухо. Я зависла на утрише. Знаешь, утриш? И как хотелось каких-то вот переживаний очень сильных. Саму себя хотелось проверить. То есть я смогу или я не смогу. Да, а в глаза ты смотреть в ней не можешь. И когда что случилось, ты садишься вот в этой позе, кстати, не тиши здесь. Что случилось, смотрите друг в другу в глаза и ты опускаешься друг в другу. Ты, 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 нет. Ты вот, у вас пауза, и в этой паузе ты опускаешь голову. Из-за чего, или переводишь взглядный чемодан. Как тебе удобно. Ну, в общем, мне нужно, чтобы ты сдался. В взгляде ты сдался. Вот. А что у Кландии все это крепко? Кому-то я. За то, что ты так сказал. Маш. Да. Ты о чем сейчас рассказывала? Я рассказывала о квартире. Вот. Я боялась оставаться одна в помещении. Может, просто, я не знаю, чувствительный человек. И остро ощущаю какую-то энергию. Не знаю. Вот. И я, чтобы побороть все свои страхи, вообще, какие у меня накопились перед путешествиями. Вот. Что я боялась летать на самолете, там. Или вообще путешествовать боялась. Боялась путешествовать. И я решила вот пойти вот в эти горы. И там, конечно, случилось очень много всяких вещей. таких каких-то странных. Еще это место, тоже место, опять. Вот этот утриш. Это такое место. Ну, может быть, кто-то был там. Ну, вот, это место, где у меня и так вот, когда я что-то запланирую, у меня это происходит. Пусть даже если я в проброс о чем-то подумаю, и это так получается, что у меня все равно это случается. Пусть даже если это неприятная мне вещь. она происходит. Вот. А там это происходит, ну, у меня это происходит через какое-то время, а там это происходит все мгновенно. Я только об этом подумаю, и это происходит. Я практически не взяла с собой никаких денег туда, когда пошла. Вот. То есть, опять же, то есть, ну, как без денег, так и оказаться непонятно вот где. Вот. Ну, было такое приключение интересное. Я там познакомилась. Вот, кстати, про это мне бы хотелось бы, может быть, снять фильм. Я познакомилась там. Я еще не рассказывала мастерам. Я познакомилась там с одним проповедником Евангелия. Интересный человек. Очень интересный человек. Ну, он... Он немного сумасшедший человек. И так случилось, что... Меня там... Меня там избили. Вот. Тогда сорвались мне крест. Потом меня остригли. Вот. У меня длиннее были волосы. Я сейчас еще остригусь. Вот. Остригли волосы мои. У меня была длинная копна волос. Эти волосы взяли себе на дреды. Ну, так. Я тут пойду. Волосы приглашу. А кресты с меня сорвали, когда меня били. Бил проповедник. Там много проповедников. Но был только один проповедник, которому я просто запала в душу. Так. Вот. 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 Да, вот еще один мой страх был. Я боялась смерти. Я хотела посмотреть смертью в глаза. Посмотрела? Нет, я же не провоцирую смерть. Я же не желаю ее. Нет, 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 нет. У меня нет суцидальных наклонностей. Просто я к этому стала, может быть, относиться спокойнее. Ну, конечно же, да, наверное, какой-то страх присутствует. Ну, просто я не стала к этому относиться так нервно, как я относилась раньше. Вот скажем так. Начинаете порчать. Да ладно вам прикидываться. Вы же всегда надеете, о чем попорчать. Да, я поняла тебя. Нет, а что это бояться? Это, по-моему, прекрасно, когда наступает какой-то кризис, и ты ходишь, мучаешься. И вот эти муки, это уже хорошо. Это значит, что ты живешь. А чего этого бояться-то? А бесплодным человек не останется. Если он будет что-то постоянно делать, все равно какой-то плод он принесет. Вопрос в том, как он это будет делать. Что он будет делать. Даже больше вопрос, наверное, как. Человек делает то, чего он сейчас достоин. То есть вот достоин, там, не знаю, снимать ты сериалы. Вот ты и снимай сериалы. Значит, ты сейчас это достоин. Но делай это хорошо. Если у тебя начнет это получаться лучше, то Господь тебя поставит на что-то большее. Есть люди, которые сразу начинают снимать полный метр, там, не знаю, и не снимают сериалы. Я, есть такие люди, потому что они сразу изначально достойны вот этого. Ну, рискните вы. Добровольный батальон. Добровольный, трудовольческий батальон. А есть? Не будьте осторожны. Добровольный, добровольческий батальон. Во всяком случае, уж точно угодишь. Вот я недавно уволилась из театра. Сейчас у меня нет работы, и уже, наверное, скоро не будет денег. Но я поняла, что это нечестно осталось в театре. Потому что мне не нужно было сюда поступать. Мне не нужно было сюда поступать. Я сюда поступила. И я стою. Вот у меня там было три спектакля. Всего лишь три спектакля, в которых я была занята. В одном спектакле у меня была роль. Ну, как бы роль, да. Там роль со словами роль. Во втором спектакле, это был детский спектакль, который я ненавидела. Я ненавидела этот спектакль. Изначально ненавидела. А третий спектакль, просто я там стояла. Потом я изображала разрушающую силу. Но это ладно. И вот я стою там, где разрушающая сила. Я вот стою спиной, я слушаю, что актеры неправильно произносят текст, потому что неправильно разведена мизансцена. Ну, представляешь, человек в массовке стоит и об этом думает. То есть остальные люди, которые стоят в массовке, они, наверное, думают о чем-нибудь более полезном, нежели чем о том, что тут как бы неправильный текст, неправильно актеры произносят текст, потому что неправильно разведена мизансцена. Все смеются. Мы смеемся. Да, смешно. Среди хлопают. Да, с тобой дело у нас. И тут на нас захотел подзаработать театр. Нас поставили вот в эту детскую сказку и отправили нас в Челябинск. А я уже тогда заболела. И то есть можно было как-то срулить, как-то еще. Но я тогда была очень влюблена в одного человека. Мы с ним вместе работали в театре. Вот. И я как бы не стала сруливать, мы с ним вместе в этой сказке как бы работали. Нужно отдохнуть. Ну, я пойду. Заю за тобой пять. И, видимо, такое бывает, что ты начинаешь терять голову, когда возникает это чувство. И для тебя уже перестает быть важным что-то другое. А для тебя является вот присутствие с этим человеком. И мы поехали в этот Челябинск. Я заболела, сорвала голос. Первый раз в жизни я так сорвала голос, что вообще не могла говорить. И, может быть, это связано было с этими воспоминаниями, поэтому я так не люблю эту сказку. Может, от моего сильного нежелания работать в этой сказке. Не знаю. Хотя, может быть, нужно было просто смириться, засунуть гордыню в одно место и продолжать там работать. Я написала заявление, отыграла после моего увольнения два спектакля уже. И все. Ну, мне денег за это дело не заплатили. Да ей не нужны были деньги. Я могла работать просто за спасибо. Как и поставила спектакль в центре драматургии, мне тоже не заплатили за это никаких денег. Я это поставила, потому что мне было важно это поставить. Нет, я не влюблялась. Вот тогда, нет. А я, кстати, вот я в последнее время, я где-то уже полгода не влюблялась. Год. Нет, полгода. Нет, год. Ну, короче, долгое время обычно я очень влюбчивый человек. Сейчас что-то я, не знаю, как-то меня отводит Господь от всех. То есть я как-то уже давно что-то не влюбляюсь. Ну, как-то не в кого. Как-то так получается, что не в кого. Что-то вот. А вот назад оглядываюсь, думаю, боже, в кого я. Ладно. Не важно, это я в сторону. Вот так. Продолжение следует...